Фактически с начала мая, уже будем говорить так, конца апреля, мы не имели доступа на нашу учебную территорию, в наши учебные корпуса. Она была занята ополченцами для их целей и здесь была организована, насколько мы могли судить, какая-то база этих людей. Часть людей и основную задачу, которую я ставил в первую очередь, это сохранение целыми наших сотрудников, чтобы никто не пострадал, не погиб, не дай Бог, в этой ситуации. Я считаю, что этой цели мы добились, наши сотрудники все живы, здоровы и, слава Богу, не ранены. После освобождения Славянска 5 июля, где-то через неделю, наверное, уже основная часть наших сотрудников прибыла в колледж и 14-го, наверное, где-то числа мы прибыли уже сюда, на территорию колледжа, для того, чтобы проводить восстановительные работы. Допустимый столовые работы. Хороший участок! Можно поинтересоваться. Ну, честно признаться, я, во-первых, никогда не думал, вернее, уже перестал надеяться на то, что я сюда вернусь. Потому что, судя по тому, какое количество здесь было вооруженных людей и как обстреливали город, конечно, сложно было. Ну, надежда оставалась. Но вот когда я сюда зашел, первое, конечно, это состояние шока. Ну, в течение какого-то времени я вообще не мог разговаривать. То есть разруха полная, разбито все, разломано. Ну, вот я уже говорил, все, порядка 60-60 компьютеров практически, ну, вот системные блоки, если брать, то внутренности практически все были аккуратно извлечены оттуда. Ну, естественно, это, конечно, удар колоссальный. Вот они освободили фактически 300 человек, 400 человек. Ну, по словам людей, которые заходили сюда, в общем, в первый день, когда зашли люди, вывезли два камаза оружия. Плюс говорят, что по центру учебной территории находилась зенитная установка. Ну, на сегодняшний день процесс восстановления идет исключительно за счет своих собственных средств, за счет того, что у нас есть, что у нас осталось. Где-то, я прямо скажу, где спонсоры какие-то помогают, где сотрудники своими силами. Где-то из, там, большого, большое стекло заменяем и ставим два маленьких стекла, перекрываем. Ну, то есть, пока мы понимаем ту ситуацию, в которой находится наше государство на сегодняшний день. И пока, ну, я честно скажу, не сильно рассчитываем на помощь из-за них. Опираемся только на собственные силы, потому что без вот этого вот восстановительного процесса, если все это спустить на тормозах, к сожалению, наверное, было бы очень проблематично. Пока помощь, вот, в общем-то, своими силами. То, что это можно сделать. С Пензовом? А, вместе с Пензовом? Да, 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 да. А, вместе с Пензовом? Да, да, да. Мы-то, наверное, не можем вырезать. Нет, это же, это она вот здесь такая. Мы-то там слить решила, она еще. Она еще выше, потому что она пошла. Сейчас, а потом мы уже, конечно, слить. Уберите полосу. Вот это, вкипела сюда проволока. Вот там. А, вот, камура. Не взирая на ту ситуацию, которая произошла, у нас в городе, в нашем колледже, в других учебных заведениях, в других предприятиях. Мы готовы продолжать образовательный процесс в соответствии с теми задачами, которые нам поставлены и страной, и, в принципе, самими людьми. Ведь, по большому счету, то, что сегодня сделано, это все сделано благодаря и с помощью наших сотрудников. Конечно же, завтрашний день – это работа их, она зиждется только на их плечах. Поэтому мы, в общем-то, достаточно с большим оптимизмом смотрим в завтрашний день. И я думаю, что 1 сентября наше учебное заведение без сомнения откроет двери для тех наших студентов, которые у нас учились уже и которые в ближайшие дни, до 15 сентября для первого курса. Для тех, кто поступает, придут в наше учебное заведение. Мы готовы будем, невзирая на все эти объективные, субъективные трудности, принять этих детей и дать то качественное образование, которое мы давали на протяжении уже 50 лет. Сейчас настроение бодрое, несмотря на то, что формально люди у нас все находятся в отпуске, все вышли на работу. Готовимся и полны сил и желания принять людей. Ждем всех, и абитуриентов в том числе, и тех людей, курсантов и студентов, которые у нас обучаются.